Следующий вопрос. Являются ли запретными для человека дочь от прелюбодеяния или сестра от прелюбодеяния? Как это понять? То есть, если человек совершил с какой-либо женщиной прелюбодеяние, и вследствие этого прелюбодеяния у них родилась дочь. То есть, она чьей дочерью является? Дочерью этого прелюбодея. Ну а официально в шариате, официально в шариате, эта дочь не приписывается к нему, а приписывается к своей матери. То есть, не берет его фамилию. Кроме некоторых ситуаций, о которых мы косвенно упоминали на одном из прошлых уроков, и этот вопрос, еще и иншаллах, пойдет далее по книге. Но в основе своей, эта дочь, которая родилась у него от прелюбодеяния, не приписывается к ней, но приписывается к матери. Его фамилию не берет. Поэтому здесь у ученых возник вопрос. Она для него запретна или нет? То есть, он может в будущем жениться на этой своей дочери. А также сестра от прелюбодеяния. Как понять? Сестра от прелюбодеяния. То есть, если у человека есть отец. Допустим, человека зовут у нас как Ахмад. У Ахмада есть отец, которого зовут Мансур. Вот этот вот Мансур совершил прелюбодеяния с какой-либо женщиной. И вследствие этого прелюбодеяния, от этой женщины у Мансура родилась дочь. Вот эта вот дочь для Ахмада является кем? Сестрой по отцу. Но вместе с этим она является сестрой от прелюбодеяния. То есть, не является законной сестрой или законной дочерью этого Мансура. Вопрос, может ли этот человек, то есть в данном случае у нас Ахмад, жениться на этой вот дочери своего отца, так как она незаконная его дочь. Говорит Амаду Алильм Адад Тахрим. Подавляющее большинство ученых говорят, что эти женщины запретны для этого человека. То есть человеку прелюбодею запрещено жениться на его дочери от прелюбодеяния. Почему? Потому что она его кровная дочь. То есть даже если она не приписывается к нему официально и не берет его официально, то есть фамилию, но фактически она остается его кровной дочерью. И запрещено человеку жениться на кровной дочери. То же самое здесь. Человек, у которого есть сестра от прелюбодеяния. Хоть она и является незаконной и не берет фамилию, то есть человека, то есть своего отца, но все равно ему жениться на ней запрещено. Потому что фактически это его сестра по отцу. Говорит Лянн Аля Ташмалю Дарик. Почему? То есть подавляющее большинство ученых сказали, что это запрещено. Потому что аяты включают в себя это постановление. То есть слова Всевышнего. Запрещены вам ваши матери, ваши дочери и ваши сестры. То есть в данном случае эта женщина является, или эта девочка является его дочерью, а эта женщина является его сестрой. Хоть они и являются незаконными от прелюбодеяния. Но фактически они являются дочерьми и сестрами в наших примерах. И присутствует в этом вопросе второе мнение, которое передается от имама Шафии. О том, что он сказал, что это не запрещено. Сказал, потому что эта дочь не приписывается к нему. И сестра также не приписывается к нему официально, то есть шариатским приписыванием. И также между ними нет наследования. То есть человек не наследует от этой своей дочери. Почему? А потому что она его не официальная дочь, не берет его фамилию, не считается за его дочь в шариате. И он не обязан ее обеспечивать. Говорит, но некоторые из ученых защитили имама Шафии от этого мнения. И сказали, что его мнение не означает, что он считал, что это разрешено. То есть человеку разрешено жениться на собственной дочери от прелюбодеяния. Или человеку разрешено жениться на сестре от прелюбодеяния. Но имам Шафии сказал, что это мокру, то есть нежелательно. И под этим у него имеется ввиду запрет. То, что это также запрещено. Если это так, то получается, что в нашем вопросе нет двух мнений. Но есть лишь одно мнение, то что это является запрещенным. И это мнение без сомнения является верным. Еще раз, значит, подведем итог. Если человек совершил какой-либо женщиной прелюбодеяние, и вследствие этого прелюбодеяния у них родилась дочь. Запрещено ли этому человеку, то есть прелюбодею, жениться на этой его собственной дочери? То есть аргументируя тем, что она не является его дочерью в шариате. В том смысле, что не приписывается к нему официально и не берет его фамилию. Говорим, запрещено ему на ней жениться. Даже если официально она к нему не приписывается. Почему? Потому что на практике в действительности она является его кровной дочерью. В том же самом вопросе сестры. Далее, следующий вопрос.